дорогие друзья приветствую вас на канале лана арт в этом сезоне продолжаю благоустраивать свой сад в этом видео немножечко поделюсь своими планами на этот сезон и покажу новинки которые уже приобретены первый объект по благоустройству это входная зона здесь у нас вот центральный заезд и здесь микс бордер на котором уже все заросло вот так это все выглядело летом тут уже не видно где какие растения растут все как-то перемешалось уже тут давно я делала посадки ну наверное лет пять уже прошло может быть да нет наверно больше даже все это здесь около дома хотелось бы эту зону как-то преобразить и буду здесь составлять микс бордер с хвойными мне очень понравилось как у меня это получилось вот в ракаре ну типа того единственный там будет различная отсыпка надо прям привести этот участок в конце концов в порядок я не знаю кому то нравится вот такие вот как хаотичные наверное заросшие уже участки но мне все-таки хочется чтобы вот эта часть перед домом было декоративно практически весь сезон насколько я понимаю это можно достичь вот путем отсыпок каких-то да и посадки растений в основном это хвойные вечно зеленые которые выходят из-под зимы уже такие красивые и оформленные так как это все перед домом все здесь заходят все это видит хотелось бы чтобы здесь тоже была красота многие растения я уже отсюда пересадила особенно хост и вот в тенистый период переехали микс бордер так что здесь предстоит мне очень много работы растение для этого участка я начала приобретать еще прошлой осенью и отсаживала их в такой у меня детский садик есть на доращивание но и в этом сезоне продолжаю покупки вот мой детский сад все хорошо перезимовали здесь барбарисы хвойные я уже вам рассказывала показывала что здесь вот новиночки это можжевельник холгер это покупочки в леруа 277 рублей по моему они стоят blue star можжевельник чешуйчатый так еще что елочек здесь это туя западная санкист нее желтенькие такие кончики симпатичные тоже подороже по моему там 300 с чем-то не помню сейчас честно говоря сколько стоили так это еще один можжевельник китайский стрикто и приобрела еще одну туя смараг 3 . у меня уже две вот приобретала в прошлом сезоне твалируа я покупала растения еще перед этим я покупала вот садовом центре флосс это барбарис тоже симпатичный у меня такого барбарисе к нету сорт называется пау-вау симпатичный такой так это у меня прошлогодний низкорослый барбарисе кобальт симпатичный такой местом шита можно использовать так еще один можжевельник это можжевельник мин джулип пополнил тоже мою коллекцию можжевельников надеюсь приживется так еще здесь это шаровидная ива карликовая форма насколько я поняла тоже шариком будет формироваться вот эти всякие тут очитки и молодила для моего очередного дизайнерского проекта покажу объект который буду ими украшать молодила различные еще один вариант такой бордовенький и очиток очиток точнее это седум эверса ну в общем читками их всех называю и еще один седум отогнутый название конечно кошмар как не назову так объект как сказал покажу вам что буду украшать ну и мои самые такие затратные покупки наконец так я купила себе шпалеры перголы арки в общем то что не успела купить в прошлом году так как все почему то уже убрали из продажи и в общем не успела я купить всю эту красоту теперь надо обрабатывать красить покупала я это все в леруа мерлен очень много такого плана там изделий уже готовы можно конечно у кого мужчины с руками и делают это все быстро конечно все это можно сделать самим но если я это буду об этом просить своих мужчин это все растянется вообще на года поэтому я решила приобрести тоже все в готовом варианте ну часть я приобрела часть я еще вот просто думаю сколько чего мне надо будет докупить в дальнейшем все остальное также будет еще докупаться цены конечно не дешевые но если учесть что все это уже готово как конструктор надо просто собрать покрасить в нужный цвет и разместить у себя на участке тут конечно время как говорится играет большую роль в этом шпалерами я как раз закрою бассейн тку голубого цвета он меня все время выводил из себя вот где примерно сейчас тень там будет у меня 1 арка 2 арка уйдет туда в зону напротив вот теплицы будет стоять и пергола будет за деревянным настилом в общем еще деревянный настил нужно делать в общем конечно планов как всегда на этот сезон море море настил должны были в прошлом году сделать ничего не успели в общем все как всегда вот а это объект как раз тот самый который я буду украшать цветами об этом сниму вам обязательно отдельное видео ну а на сегодня это все огромное спасибо всем тем кто поддерживает мой канал лайками и комментариями кому нравится дачная садовая цветочная тематика приглашаю подписаться на мой канал не забывайте нажать на колокольчик чтобы не пропустить мое очередное видео до новой встречи друзья